Наталья, по-моему. А, ты записала. Ну что, узбекистан уже на ушах. Я уже сообщила всех. Уже на ушах, да? Да, да. Я вот сидела сейчас круто, все в рассылочке, все в личке, по чатам. Угу. Хорошо, это очень-очень классно. Да, надо, чтобы уже все были, как бы, на, так скажем, на старте, чтобы как только и сразу. Смотрите, очень важно, да, если Гульнари уже проговаривал, очень важно, если у вас есть консультанты, есть знакомые, есть родственники, ну и вообще, да, то есть люди, которые готовы стартовать в Арифлейм, да, то первое, то есть мы сейчас, ну, чуть позже разберем по пунктам то, что я скидывал вам. Что вам необходимо лучше сделать для подстраховки? Я вам порекомендовал бы уже сегодня-завтра зарегистрировать всех активных будущих партнеров, которые готовы развиваться в бизнесе. Для чего? Для того, чтобы не было переподписаний, потому что, скорее всего, будет такая ерундистика. Перед предписанием, это что значит? Это когда, например, человека просто регистрируют без его ведома, либо, когда человек приходит, вернее, не приходит, а когда человек хочет у вас зарегистрироваться, но оказывается, что его какой-то родственник, какой-то родственник зарегистрировался раньше, вот, у кого-то. Мы с вами знаем, что по уставу родственники, близкие родственники должны зарегистрироваться в одну структуру, вот, и компания смотрит, какой номер раньше был зареган. И чтобы не получилось так, что, например, у вас есть активный партнер какой-то, да, будущий, который вот готов развивать бизнес, там, Арифлейм в Узбекистане. Вы ждете 26 августа, вы его регистрируете, а оказывается потом, да, что кто-то его из его родственников чуть раньше зарегистрировался, и тогда уже номер заблокируют вашего лидера, потому что они занят соблюдение устава. Вот, чтобы таких моментов не было, я вам рекомендую сейчас, ну, не сейчас, не прямо, но сегодня, сегодня-завтра, вот, у вас есть активные партнеры, у которых, возможно, есть уже команды, да, либо они готовы стартовать, как только открывается Узбекистан, сделайте им регистрацию сейчас. Регистрацию можно сделать через Казахстан, через Киргизию, через Россию, просто, чтобы эти партнеры были у вас уже сегодня в структуре. Далее, когда компания откроет международное спонсирование в Узбекистане, эти консультанты, которые будут зарегистрированы, например, в Казахстане, в Киргизии, либо в России, но проживающие в Узбекистане, они просто берут и регистрируются в Узбекистане. Все, то есть, никаких проблем нет, но они, они, то есть, им просто, а, нет, даже не регистрируются, им просто переносится номер, и он становится их родным в Узбекистане. Но гарантия уже того, что этот человек уже его не переподпишут, что кто-то из родственников, уже тоже зареганный, но номер вашего лидера окажется раньше зарегистрированным, и поэтому будет для вас положительное решение. Вот, то есть, это вот такой момент, обязательно, обязательно проконтролируйте, то есть, зарегистрируйте уже, уже своих партнеров, потому что раз уж компания объявила, что 26 августа, значит, вот-вот уже скоро, да. Какой момент может произойти, например, ну, например, ваш лидер может не получить подарки по стартовой программе, например, да, потому что пройдет срок, пройдет срок. Ну, я не думаю, что ваш лидер пришел на подарки, он пришел именно на бизнес, а вот его уже там, да, команда, да, потому что для компании тоже будет, ой, для Узбекистана тоже будет стартовая программа. В принципе, да, то есть, вот такой только момент, такой минус в этом будет, но я не говорю про всех, про все структуры, которые у вас там планируются, а именно вот лидеров каких-то самых активных, поговорить с ними, объяснить им ситуацию, что вот лучше сейчас, да, чтобы не было потом. Чтобы потом просто перенесли номер и все, без каких-либо проблем. Вообще, в районе не будет просто перенести номер в Узбекистан. А остальных уже потом, как только откроется Узбекистан. Вот, это вот такой момент. Теперь давайте по пунктам, которые вот были написаны, я скидывал в чат, давайте, кому что непонятно. И второй момент, мне нужно будет от вас какие-то, ну, вопросы, да, кому что непонятно, как, что это будет все производиться и так далее. Я составлю список вопросов, на которые я не смогу ответить вам сейчас. И отправлю руководству для дополнения. Все, давайте, теперь вопросы. Жень, привет. Ну, во-первых, смотри, если их регистрировать, ну, Казахстан, Киргизия, понятно, по России их невозможно, если он гражданин Узбекистан, так как у него нету регистрации. То, что запрашивает компания. Так, ну, в Казахстане можно зарегать его? Ну, еще нюанс, если он будет иметь вот эту регистрацию. Тоже нужно уточнять, как бы. В смысле, какую регистрацию? Можно я сразу это возражение сниму? Потому что я звонила в сервисный центр, в Казахстане, регистрируйте. Ой, ничего не слышно, Гульнар, вообще. Какой шум. Вот и шум идет. Смотрите, объясняй всем. Подожди, это у меня, наверное, сейчас окно закроют, тут какой-то кран подъехал, так назло. А что, можно, да? Можно, можно. Сейчас объясню, как. Все, можно. О, грейдер тут у нас сходит. Ага, Гульнар, все, я здесь. Короче, на горячую линию я позвонила. Смотрите, всех можно регистрировать в Россию. Если там проблемы какие-то там с вопросами насчет, опять надо в Киргизии, там нужен номер. Здесь можно симку купить российскую, это все, что нужно решить. Смотрите, регистрируем человека без регистрации. Главное, паспорт его. И можно вместо, значит, регистрировать, ну, как бы указать свой адрес в России, не обязательно. То есть, если я в Екатеринбурге, я так регистрировала. В течение 21 дня регистрация, как бы под него можно регистрировать еще людей сразу автоматически. Его, если я там в команду, после 21 дня он не может быть приглашающим спонсором. То есть, вот, зарегистрировал, и сразу много народу, те, которые, это в России только, да, вот чтобы понимание было. И оплачивать заказ он тоже может, визой карта, потому что у них там нету мастер-карта. А в Узбекистане есть долларовые визы, вот эта карта, да, то есть он может оплатить заказ. Главное, чтобы ему с Россией могли отправить заказ туда непосредственно. То есть, доллары конвертируются в рубли. Подожди, а зачем, зачем это, подожди, зачем? Человеку захочется получить заказ, ну, это я тоже уточняла просто. А кто будет ему доставлять заказ из России? Люди же возят как-то, все равно умудряются. Не, ну, понятно, сейчас мы не об этом. Ну, просто я объясняю, что регистрировать в Россию граждан Узбекистана можно без регистрации, не иметь значения. Просто, просто уточняю, что не нужно, не в течение 21 дня не нужно будет прикладывать вот эти документы. Да, да, да. Он может быть приглашающим спонсором в течение 21 дня. После 21 он не может быть при спонсором, но у спонсора у него будет. А также он будет действовать в системе. Все? Да, да, да. Это я уточняла. А потом, когда переведет в Узбекистан, он уже сможет... Да, он просто открывает номер в Узбекистане, все без проблем. Он становится уже приглашающим спонсором, а структура сохраняется, которого в ней угодно. Да, 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 сохраняется. Да, так и есть. Я и говорю, что можно перевести номер, потому и все сделать, то есть, родной узбекистанский, зарегать себе все. Можно просто тимки российские и все, а именно российских телефонов. Да, это только единственное. Да, 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 да. Но это вот, я опять таки говорю, не всех, да, какие-то основные свои костяки, лидеров там, активных партнеров, которые готовы работать, стартовать, реально. Да, хорошо, еще какие вопросы? Мне вот вопрос непонятен. Получается, в Узбекистане будут действовать два каталога. На каких языках? Ну, понятно, узбекские. Еще будет, наверное, русский язык, скорее всего. Это просто написано так. На двух локальных, я думаю, что это и русский, и узбекистанский. Ну, узбекский, да. А, значит, что такое 10%? То есть у нас, например, если здесь в России результат, который регистрируется, он получает 20-30% скидку, ну, вот сейчас. А у них получается 10% скидка, да, скидка? Почему 20%? Просто она разбита. Автоматически получает скидку 10%. И если размещает заказ на 100 баллов суммарно, то дополнительно 10% на следующий заказ в следующем каталоге. Получается, первый каталог он получает скидку всего лишь 10%, а уже на второй каталог он получает скидку 20%. 10% плюс стандартное и 10% так, как он в прошлом каталоге выполнил условия 100 баллов. Я думаю, это сделали как некую гарантию проверить, насколько они платежеспособны люди. Да, еще вот здесь момент написан по поводу, что значит каталог на двух языках и локальной валюте. Это в смысле местная валюта, суммы, да, я так понимаю? Да, да, да. Вот, еще такое, значит, здесь это понятно. Теперь здесь написано еще доставка операций, значит, будет курьерская доставка в Ташкент, да, в Ташкент будет. Доставка, то есть это курьерская будет, доставка в лидерский офис. И что это такое лидерский офис? Ну, то есть ты можешь там открыть свой офис. То есть не обязательно быть каким-то менеджером, да, чтобы открыть сервисный центр, просто быть лидером. Я так понял, что да, потому что СПО это, которое поддерживается компанией, а лидерский офис, который ты сама открываешь. Сама его содержишь, сама все полностью. Да, я так понял, что здесь все неважно, какой у тебя уровень. Вот, это классно, это круто, это здорово. Значит, у нас уже есть такие моменты. Значит, кто у нас уже открыл такие лидерские офисы. Значит, оплата онлайн терминалах комиссии от полтора процента. Значит, у них будет типа нашего, как называется, пикпоинта своего рода. Или это совершенно другое. А, это просто оплата будет в терминалах. То есть можно заказать, оплата будет в терминале, у нас лично есть. Но не пройдет. Не слышу, и кают все, Игорь Нарк. Я говорю, оплата онлайн в терминалах комиссия полтора. Это значит просто не пикпоинт, это просто оплата в терминалах. Не как в ячейках, как у нас здесь в России, правильно или нет? Это вообще не то ты говоришь. Оплата онлайн. Ну вот онлайн, почему здесь пикпоинты вообще? Ну я просто думала, может быть, они там тоже откроют и пикпоинты, поэтому я спросила. Ну может быть, откроют пока еще, пока еще в разработке, может быть, не знаю. Оплата онлайн и в терминалах берут комиссию полтора процента. Просто предуплеждают и все. Понятно. Смотри, а вот здесь... Доставка только в случае 100% предоплаты. Значит, да, они должны сразу, получается, заказ, они сразу оплачивают. Это как в Казани, в Иркутске и в Владивостоке так вот делают. То есть сразу оплачивают, а потом только заказ им привозят. Да. Значит, в Узбекистане будет именно... Я поняла, почему. Потому что есть это, да, долговая зависимость, все поняла. Да, ну и как бы только страна открывается, да, чтобы компании лишний раз не отправлять и так далее. Поэтому 100% оплатили, все, будет доставочка. Не оплатили, ну, не будет доставочка. А что это значит без кредита? Что за кредит? Какой кредит? Ну есть же кредитная линия для консультантов. Что человек может... А мне резидент. Что? Не слышно резидент. Что пропало? Пропало, да. Вот. У нас же в России есть же кредитная линия для консультантов. Угу. То есть можно брать, например, товар, да, то есть если ты консультант, например, если ты продаешь, например, да, то есть ты взяла заказы у человека, но у тебя нет денег сейчас сразу, например, заплатить, да. Вот, то есть ты заказываешь компанию, компания тебе доставляет без оплаты, выдаёт без оплаты, ты идёшь, удаёшь заказ, забираешь деньги и оплачиваешь. То есть таким образом такая некая рассрочка под реализацию. Ну, там процент берут, два с половиной, что ли, процента берутся от кредит. Ну, я слышала. От суммы. Ну, короче, Узбекистану кредиты, всё, табу, нельзя. Ну, пока, да, может быть, да, в будущем, в дальнейшем сделают. Нет. Строго паритика, какой возврат, что значит? То есть человек, если, например, если, допустим, продукция какая-то, ну, бывает, что-то там некачественное, ну, не слышно, что-то там, допустим, что-то там расплывает. Да, что-то, да, какие-то возвраты, например. Что значит строгое? То есть возвращать ни в коем случае? Ну, почему? Ну, будет смотреть, что за возвраты. Ага, понятно. Ясно. А вот это вот, смотри, здесь ещё будут специальные условия для подтверждения званий с уровня исполнительной высоты. Это как подтверждение? В смысле, ну, как обычно, 8 каталогов или что-то другое? А почему? Раньше в Узбекистане же были исполнительные директора, наверное. Они и сейчас есть там? Ну, вот, то есть для них, они, может быть, потеряли какие-то свои уровни, да, например. Потеряли исполнительный уровень. И вот для них это будет специальные условия. Подтверди и получи ещё раз премию. В России же так же сейчас. Все, кто были исполнительными директорами, но упали, если они сейчас подтверждают, то им ещё раз, то есть им тогда давали премию, и сейчас снова дадут премию. Только тогда 24 тысячи долларов давали премию, а сейчас 2,4 миллиона рублей дадут. Нифига себе, вот это круто, два раза получить премию. Два раза. Ну, понятно. Ясно так. Ну, вы спрашиваете, а то я одна вопрос задаю. Может, это ещё кому-то что-то. Я просто... Всё это и нужно, и важно, и для больших вопросов у меня однозначно посыпется. Да, да. Вы, если что, их оставляете тоже, чтобы у вас где-то они были записаны. Какие вопросы, ребят, ещё? Я думаю, почему-то планировка у нас немного затянется. Получается, в принципе-то всё и понятно, да, получается. Женя, а вот и без регистрационной платы, это в смысле они вообще не платят никакие там, как у нас, по 49 рублей? Ну, по всей видимости, да. Это подпаскивание 10%? Ну, да. Реклата будет. Ну, это очень здорово. Это очень круто. Это очень круто, да. Конечно. Ну, видишь, без акций, рекрутирования, активности, без распродаж будет ещё, да? Вот, стартовая программа будет доступна для всех в Такистане. Так, персональная объёмная скидка может быть использована как скидка на заказ, групповая УС как бонус. То есть, смотри, групповая. Чтобы получать групповой бонус, групповой, да, со структуры, то тут, получается, он будет аккумулироваться перед выплатой. То есть, бонус будет выплачиваться только на расчётный счёт. Ага, это понятно. Да, то есть, здесь уже человеку, который именно на бизнес, который строит структуру, да, который уже растёт, структура уже появляется, то, чтобы им получать объёмную скидку со своей структуры, то ему нужно быть, как и у нас в России, да, соответственно, открытым ИПшником, расчётный счёт, и чтобы туда уже компания переводила. Ага, это понятно. Ну, я, в принципе, всех ориентирую на ИП. Сразу говорю, что ИП потом надо будет открывать уже, когда большие пойдут авробороты. Да. Так, премии по плану успеха в локальной валюте. Ну, понятно, что у них в суммах будет. Соответственно, у них будет свой план в маркете, план успеха. Ну, как свой, он один-единный во всём мире. Ну, не в доллар кто-то получает. Ну, там же написано, в валюте их не значит. В локальной валюте это как? Ну, вот посмотрим. Я думаю, они делают. Я думаю, нам покажут маркетин-план в Узбекистане. Да, нам тоже интересно, на что ориентировать людей здесь. Смотри, премии по плану успеха, выплаты в локальной, выплаты. То есть, план успеха-то будет в долларах, а выплата-то будет в локальной. У нас тоже раньше было в долларах, а выплачивали-то в рублях. Вот я получал, например, тысячу долларов, а получил в рублях. Ну, поняла, по курсу валют. Поняла? Да. То есть, план успеха-то будет в долларах, тысяча долларов за директора, два тысячи долларов за золотого директора, а выплата будет уже в суммах. Всё, поняла. Поняла? Не в долларах выплата будет. то есть ваша там доллар же тоже в ходу идут правильно да ну вот то есть выплата будет не в долларах выплата будет сумма понятно да понятно ну вот как-то теперь более так откуда эта информация пошла от иры должен к в директорском чате я сегодня увидел и сразу уже переслал директорском чате ира должен к спину нам надо будет с тобой этот текст перевести на узбекский язык чтобы людям которые не знают русского языка можно нам даже перевести и дать девчонкам тоже помочь чтобы была информация кто не говорит на русском как бы все информацию на узбекский язык тоже в двух вариантах на русском и на узбекском ну да и маркетинг план вернее план успеха тоже переведите хотя он же будет переведенный будет переведенный мы тоже стараемся им информацию давать у нас есть слайды на узбекском вот кстати говорили по поводу тест-драйва мы чуть-чуть никак не едем и создали подозрели надо его сделать хотели же тест-драйв предложила по людям которые говорят только на узбекском языке чтобы им было понятно что здесь делать в рефлейм я принципе видосами накидала там шахмозы там только на узбекском и там все поможено очень хорошо ну хорошо очень так ну что еще задавайте вопросы только и как все получается и гульнар все вопросы создала да я свои все задала потому что мне вот все что мне конечно они мне будут по текущему без проблем леночка без проблем я тебе напиши мне в telegram я тебе все видосы скину да конечно пригодится я уже это попросила немножко не поняла текущая накопленная объемная скидка не будет переведена используйте ее до каталога 11 включительно это как насколько я поняла смотрелись это получается объемная скидка накопилась у тебя и и тебе это получается с ну личная она будет только выбираться товаров до продукции а групповая будет выводить на этот на расчетный счет или не так так еще раз это вот пятый пункт текущая накопленная объемная скидка не будет переведена используйте ее до каталога 11 включительно это для тех кто зареган уже для тех кто зареган и у кого накопленная и тот кто пойдет в узбекистан тот кто будет переводится в узбекистан номер свой вот у кого накопленная объемная скидка я нужно использовать понятно а на все поняла поняла есть же ребята которые зарегистрированы у них объемная скидка копится заработанной деньги поэтому текущая текущая накопленная объемная скидка не будет переведена то есть человек например захочет перевестись он работает в россии до зарегистрированные или казахстане например да но захочет перевестись свою родную страну номер свой да вот а у него есть деньги накопленные но он их еще не открыл и пилочек и получил 50 тысяч тенген и ну например да вот все то есть он номер то перевести переведет а деньги не переведутся вот поэтому они пишут типа используйте полностью подпишите контракт компании в казахстане или россии и это количество будет сохраняться системе на снасти периодов то есть деньги переведутся человеку то есть они будут храниться семнадцать периодов если даже человек пока еще но перевелся но не заключил контракт до договор с компанией то они будут 17 каталогов все хранится так ну вот и роду подключили рода вам понятно может вам на узбекском как-то перевести а то может быть вопросы не задаете девушка тут активно у нас все понимаю уже слышу все но просто скажите пожалуйста на всех городах будет открывать на всю страну как россии как россии вот вы где находитесь у вас тоже самое в узбекистане только центральный офис будет городе ташкент как москве допустим на из центральной в россии просто везде есть вот потом со временем конечно в городах но лидерские филиалы можно в городах если у вас есть офис да неправильно сказать в общем можете допустим если у вас кто-то есть активный там уже можете сказать и он там организует команду и начнет соответственно уже людям помогать продукции они будут забирать с этого адреса ну чтобы понимание у меня родная сестра это с косметикой занимается там у него свои магазинчики вот она это интересно было ей и мне говорит не можешь россию заказать им не отправить вот это вот это вот это просто оттуда тоже отправить ну так же это поставки это это и выгодно вот поэтому я так радовалась когда сказали его экстане открываешься вот вот она будет заниматься я ей все-все научу по узбекам есть все это шахназа как имела вот она все же это объяснила да видео есть там аудио все 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 есть так что у меня все я хотела наши города будет нет вот из-за поэтому а вы из какого города мисну куса ну сейчас радуется честно сказать смотрите нужно еще такой момент учитывать что в лидерский что не факт что например в лидерских офисов будут выдавать товар не консультантам их структур а вообще все не наоборот смотри я открыл офис лидерский но если ты не с моей структуры то я могу тебе отказать и сказать нет я тебе не отдам заказ либо регистрируйся ко мне в команду вот так я могу сказать и вот так скорее всего будет это и называется переподписание чтобы не было такого да в россии такое было в начале когда только зарождался арифлейн даже когда я пришел такое было конечно нельзя так конечно нельзя но вот так вот в погоне за деньгами люди так делают типа типа гульнара то уже подготовлены она тоже шарит что это арифлейн сетевой бизнес что это круто это деньги да я такой думаю ага ее лидер находится в россии я и скажу слушай гульнар да ну давай река себя ко мне это здесь рядышком и спонсор рядышком и встречи будем вместе проводить я тебе буду учить лично будешь приходить ко мне на мероприятия на различные на школы обучающие заказываешь у меня получать а так ну так эти заказ не смогу это что умение структуры для такая подумаешь блин правда галун находится где-то хрен знает вообще да я вообще его не знаю я его знаю всего лишь один день ну то есть да ну то есть ситуации разные могут быть да и правда зарегающая вот перерегистрируюсь вот и получается а перерегистрация запрещена и получается человек пострадает потом сам результате но ему об этом не скажут на нем немножечко денег заработают немножечко потому что он будет делать заказывать этот из по да но когда у компании узнает этот номер зарегают и человек уже потом не ко мне не туда никуда не сможет но я немножечко поимел денег то есть вот так вот делают и в россии так делали три года назад поэтому я думаю что и в узбекистане могут люди да не все ну кто-то то есть но может быть и не будут может быть и честные все окажутся но просто вот знаете как предупрежден значит вооружен да то есть нужно это понимать предупреждать о том что если он будет его будут склонять переподписанию то когда он теперь переподписаться его компании за это за нарушение терминирует до обязательно говорите обязательно предупреждайте об этом обязательно потому что человек не ему не скажут этого он этого не знает сделает эту ошибку а потом ее уже никак не изменить то есть уже все никак вообще абсолютно даже если он пожалуется то уже все уже потом как бы вот это потом очень либо очень сложные долгие процессы ну то есть кому они нужны это время терять это деньги терять это ну то есть геморрой да зачем это может быть и можно это потом все-таки доказательства обманули обманным путем там и так далее там подобное вот но компания скажет вы обязаны знать устав каждый консультант должен знать тем более который там за равно на бизнес он должен знать устав а в уставе прописан там пункт 44 что ли что перегистрация запрещена поэтому тут еще вам ребят стоит по уставу поработать самим прочитать устав компании обязательно вот и донести его до своих консультантов чтобы они знали чем это будет грозить если вдруг их будут переманивать и вдруг они для них покажется что ну да здесь лучше я ним зарегаюсь чтобы они понимали какие последствия знаете как незнание закона не освобождает от ответственности здесь точно также поэтому лучше всего заранее предупредить это я называю поставить прививку лучше заранее поставить прививку предупредить сказать чем это вот ну что может быть такое да ну не дай бог конечно мы не думаем что так такие люди в узбекистане есть но в россии такая была практика все можно присылаться на россию что в россии такая была практика да не знаем как будет узбекистане сейчас поэтому имейте ввиду что если такое будет то вот 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 что с вами произойдет поэтому мы с вами начали работать мы такие же спонсоры мы такие же лидеры до удаленная ничего страшного мы сами удаленно пришли сами удаленно работаем не считаем себя в чем-то ущемлены все нам хватает все достаточно и встречи и планерки и вебинары и все остальное вот поэтому ничего страшного что мы с вами находимся в разных странах даже да то есть мы можем это легко сократить через интернет вот ну то есть вот так вот объясняет рассказывать ну то есть предупредить сразу людей можно конечно можно да ну просто лишь лена не сталкиваться с этим да может быть вы не слышали да ну вот я когда пришел такое было взял когда в четырнадцатом пятнадцатом году то есть это прям сплошь и рядом было сплошь и рядом консультанты приходили в офис а их перерегистрировали ну вот где-то может быть и вот блин по поводу вопроса что как там из по откроет из потом могут открыть но видишь эрифлей пока говорит про лидерские лидерские то есть а лидерские ты можешь открывать я так понял с другого уровня а из по именно именно из по с уровень 12 процентов с по это сервисный пункт обслуживания который поддерживается компании вот частично а лидерские ты сама на себе поясню просто тупо открываешь офис и все вот ты его сама содержишь аренда там и все остальное лет я тебе сейчас расскажу как обычно в узбекистане делать обычно собственное жилье допустим используют какое-то помещение и в этом жилье либо магазинчики очень-то много людей предпринимателей до своих собственных магазинах для своих консультантов как бы предоставляет продукцию ну своей структуре вот у меня на данный момент такой вот квартира он то выделила для того чтобы непосредственно своей структуры уже могла там приобретать ну при вы приезжает туда и приобретать продукцию для них это нормальное явление у них было рефлейм они как бы это знают кто с этим сталкивался поэтому это не проблема то что поняла что на самом деле это круто что можно делать лидерские вот эти вот филиальчик или офиса как они называются даже не обязательно что на уровне там менеджеров да это очень хорошо потому что например у нас в россии в лидерские такие офисы компания не делает доставку а в узбекистане получается компания еще и будет делать доставку но после стопроцентной оплаты это кстати очень круто то что они сразу их предупреждают лучше оплати потом получишь заказ это нормально ну конечно конечно во первых вам спокойнее будет что минусовок нет да да это правильно ну потому что компания понимает она уже была на рынке узбекистана ну в принципе все да что там какие вопросы что-то пишите уже все закруглялись уже этот оповещать людей уже это уже руки чешутся давайте вперед дождались наконец-то меня уже там эти консультанты шампанское ура там кричат классно классно ну думаю да что рада что августа уже компания объявила мы планируем открыть да значит 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 уже готовят все значит уже все там вот поэтому осталось чуть-чуть еще чуть-чуть и в бой и в бой сразу ну мы вообще от себя можем сказать что мы пытались даже границу своими методами просекать россии узбекистан у нас это вдвойне вы же хотели как-то ехать в узбекистан ну вот можете красно эти на этот август и спланировать все обговорили что уже август месяц однозначно что мы покупаем билеты едем туда ну вот хорошо да и с ребятами там познакомитесь увидитесь и все поможете там совсем я на связи если что нужно будет скайпе звонок может потом тоже приедешь нам туда мы тебе там но не в этом году это точно это точно если мне кто-нибудь дорогу оплатит то может быть а чё ну вон сани кого например сейчас сели в чечню ей полностью дорогу оплачивают нет я просто пригласили туда когда лидеров приглашают куда-то лидеров приглашают то им оплачивают вот но не всегда вот но это лидером с уровня бриллиантовый директор не я просто шутка бы шуткой но серьезно о том что вы не в этом году это точно потому что в этом году капец и так разъездов поэтому не в этом году это точно растите развивайтесь там на делайте квалификации и блин но сделайте исполнягу сто процентов приеду сделать точно приеду так исполнягу все таки или бриллианта исполнягу все понятно сделайте сто процентов приеду сто процентов все отменю все отменю кроме испании кроме пальмы до майорка и банкета и прилечу к вам все мы поняли мы бриллианта проскочим если исполнягу настроиться вы только почитайте какие суммарные премии сразу получите а ваши команды сколько получат премии поэтому тут очень здорово так ну что болтал болтать можно долго и часто я знаю что вы сетевики вы любите бы болтать эти образцы то нету еще пока не появились пока еще нет асхат но я думаю что ближе к 26 августу я думаю мы их увидим уже я думаю что будут еще какие-то дополнения и нам сообщат о них я слежу за информацией как только что узнаю сразу ответить сегодня только узнал сразу в эту же секунду сразу вам повестил и даже позвонил и гульнари резиде но просто вы трубки не взяли а так я сразу везде контролирую всю информацию как только что-то узнаю сразу же вам передаю я знаю что вы очень сильно ждете этого поэтому я про вас очень первую очередь помню ну что ребят есть вопросики еще какие-то или пока знакомительная планерка пока все да по вопросам потому что я думаю что все равно со временем будет появляться вопрос да их поднакопите а мы вот так будем созвониться и обсуждать какие-то потому что если чего-то я и буду не знать да то значит мы будем обращаться к руководству если что-то буду ну вот предполагать либо ориентироваться уже на опыт да то конечно же все что знаю тем конечно помогу и расскажу ну что все спасибо большое спасибо всем тубы